Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан и сегодня у нас Тьян Гарсия. Я так давно хотел восстановить именно это видео. Также сегодня у нас в гостях Ксения. Всем приятного просмотра! Я никогда еще так не начинал свои видео. Просто я только что посмотрел Димаша с песней СОС. Посмотрел его выступление, где Димаш исполняет эту песню. Я потерял дар речи. У меня просто слов нет. Вы предупреждали меня, что меня ждет что-то совершенно особенное, совершенно другое. Хочу сказать вам, что вы были правы. Если он просто певец, тогда мы все просто амебы. Он же не из этого мира. Это реакция на Димаша с песней СОС. Приветствую вас, друзья! Меня зовут Тьян Гарсия. Я преподаватель по вокалу и продюсер. И сегодня я сделаю реакцию на это выступление, которое вероятно является самым популярным запросом на моем канале. Я уже до этого говорил, что этот джентльмен даже близко не человек. В фильме «Матрица» есть главный герой по имени Нео. И система называет его аномалией. Нео обладает силой, которой больше ни у кого нет. Поэтому его считают избранным. И я думаю, что вот этот парень – это Нео вокального мира. Это без лишних слов. Давайте же посмотрим на Димаша. Что же судьба приготовила нам на сегодня? Это конкурс. Я – я. Я – я. 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 Я Ладно, я должен делать паузы для того, чтобы Ютуб не ругался. Из-за авторских прав это канал реакции и это также образовательный канал, в котором я стараюсь помочь певцам и музыкантам. И в первую очередь, я сам здесь много чему учусь. В общем, поэтому я делаю эти паузы, чтобы поделиться с вами своим мнением и не получить по шапке от Ютуба. Он начал очень нежно в регистре лирического тенора. Это было настолько нежно, что можно также предположить, что это было контр-альто или сопрано в среднем или нижнем регистре, даже несмотря на то, что это были не низкие ноты, хотя для него, возможно, они низкие. Также прошу вас понаблюдать за реакцией других людей. Бьюсь об заклад, что это другие конкурсанты. Все будто зачарованы. Боже мой, опять эти мурашки. Невероятная глубина вот этой низкой ноты. Санкт-Петли . Это же прыжок длиною в две октавы, это же целых два измерения, это же нереально, это вообще незаконно. Думаю, за такое нужно выписывать штраф, правда, нарушитель всегда будет один. Он будто переключается конкретно на меня. Он поднимает меня, он опускает меня, он творит со мной все, что захочет. Когда он пел одажи, он строил свое выступление больше для вокального конкурса. Это тот же самый конкурс, потому что я вижу уже знакомые лица, и я ловлю себя на мысли, что здесь он такой расслабленный. Композиция песни позволяет это делать, но он в таком повышенном эмоциональном состоянии. Он не напрягается. Его энергия возрастает, если это имеет смысл. И весь зал замирает в ожидании перед каждой его следующей строчкой. Его голос проносит нас через историю самой песни. Я не понимаю слов и не знаю этого языка. Вероятно, это французский язык. Но он с головой погружает меня в эту песню благодаря эмоциям, присутствующим в его тоне. Это ностальгия. Возможно, проблеск надежды. Печаль и многие другие эмоции. И все они в этой истории, которую он рассказывает мне через звучание своего голоса. Также в техническом отношении я слышу двух или трех разных певцов. В самом начале это был контральто, мецисопрано или лирический тенор. Потом перед нами пел баритон. А потом выступал сопрано. Ну кто еще так поет? Вот кто? Сейчас он пенат. Вот это Моська. Я не знаю, он участник или кто. Это лицо человека, для которого уже все. Спектакль окончен. Это лицо, когда уже все. Бет-э-шар-уа. Вызывай такси и давай шуруй домой. Походу, это все-таки конкурсант. Потому что у него вот этот наушник. Он там пытается это еще повторить. Я не знаю, каким конченым надо быть, чтобы попробовать повторить вот это. Давай, брат. Как делать нечего. Субтитры тоже. Субтитры создавал DimaTorzok Какого не может быть? Это что, нота Ми-6? А звереть просто! Это же невозможно! Быть этого не может! Вот это еще возможно! Хотя бы можно в это поверить! Да-да! Впечатляющее! Это же... Я смеюсь, потому что не могу плакать! Но вот этот парень... Это вот я! Это же я прямо сейчас! Субтитры создавал DimaTorzok Когда он сделал вот так, он был словно Капитан Америка, который говорит... Мстители! К бою! Он хватает этот щит, и вы понимаете, что сейчас будет! Он как поезд, который несется на вас с бешеной скоростью! Это Димаш в режиме супергероя, который сейчас обрушит на вас всю силу своего голоса! Субтитры создавал DimaTorzok Нет слов! Просто нет слов! Это вне человеческих возможностей! То, что он только что сделал! Это необъяснимо! Я 30 лет слушаю, анализирую и изучаю музыку! И певцов любого сорта! Опера, хэви-метал, соул, госпел... И я не припомню никого, кто был бы способен сделать такое! Он начал как лирический тенор! Это как Поворотти или Плассида-Доминго! И в техническом отношении положение гортани, внизу и вверху, создает оперный звук! Вначале закрытый тон, и затем открытый тон! И самый хотя бы чуть-чуть близкий к такому пению человек, это поп-рок исполнитель Кристиан Кастро! Он использует этот открытый тон! Или кто-либо из величайших хэви-метал-исполнителей, которые не искажают свой звук, у которых более оперная техника! Это та же техника, которую здесь использует Димаш! Димаш здесь начинает петь как Поворотти, как Плассида-Доминго! И заканчивает вот этим вот открытым звуком! Ну никто так не делает! Это же слишком сложно! Это же невозможно! Я знаю, что сейчас будет просто абсурдная высокая нота, но вот эта нота впечатляет меня еще больше! Ведь это нота в фа диез 5, в смешанном белтинге! Продолжение следует... Продолжение следует... Я не знаю историю этого выступления. Читая комментарии к Кадажио, многие раскрыли мне некоторые обстоятельства того выступления. Но слушая вот это, я невольно думаю, что это поворотный момент в истории музыки. Я понимаю, почему столько много людей просили именно эту песню. Это историческое событие в мире музыки. Я даже не знаю, та ли это песня, которая принесла ему популярность. Но вот что я точно знаю, что и через 50 лет после этого выступления мы будем говорить об этом человеке, о Димаше, и о его умении и способности петь вот так вживую. Просто скажу вам вот что. Нужно три разных певца высочайшего калибра, чтобы спеть это так, как это сделал Димаш. Нужен баритон, а может и лирический тенор, который способен опускаться вниз в регистре, а может и драматический тенор. Потом нужен контральто. И, наконец, сопрано. И все трое должны быть лучшими в своем деле. Простыми словами, нужно взять всю эту тройку, закинуть их в блендер, и получится каша, которую нам приготовил Димаш. Но кто еще может вот так спеть? Может, напишите мне в комментариях. А если еще и ссылочку скинете, то вам вообще цены не будет. И, кстати, я слышал другую версию этой песни много лет назад. Не могу точно сказать, была ли та версия той самой, что сделала эту песню такой популярной. Это отличное выступление. Это очень сложная песня для исполнения. Я даже не представляю, кто рискнет делать кавер на эту песню после такого. Как я уже сказал, здесь нужны три высококлассных исполнителя, чтобы выполнить эту миссию. Просто представьте себе, он же еще сделал это на конкурсе, вживую, в прямом эфире. И спеть это вот так, настолько легко и непринужденно. Еще и с эмоцией. Я смеялся, потому что не мог плакать. Вот когда закончу смотреть это видео, пойду и тихонечко пореву у себя в ванной. Это же просто не видано, что он творит со своим голосом. Еще раз, никто так не может. Ассалхан, спасибо тебе большое, что пригласил поучаствовать в этом видео. А также, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите отзыв, дайте Ютубу знать, что этот канал и это видео вам полезно было и интересно. Всем спасибо за внимание. Спасибо Ксении за реакцию. Если вы хотите попасть в наше видео, то напишите мне в Телеграме. Ссылку на себя я оставлю в описании. Всех люблю, всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok